Больших претензий я в общем-то к компании не имею, может я не настолько погружен в детали, но если бы что-то было, то уже наверное бы доложили и проинформировали. Поэтому больших таких претензий нет, за исключением одной, надо каждый год добавлять. Надо добавлять и не только за рубежом, хотя вы конечно молодцы, что развернулись в Российской Федерации, от ремонта скважин вы пошли в добычу нефти, добываете нефть, расскажете как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси, мы с ним обсудим. Печальный момент в работе компании, я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси, мы в свое время, до нас с вами еще, добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может у нас что-то там есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего нашего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет. Поэтому в нескольких словах расскажите о работе компании и самое главное о проблемах. Я знаю, слишком у нас бюрократия развелась, в лакиты предостаточно, но мы это решим, так как решили когда-то по заправочных станциях. Без вас ни один вопрос в стране не решается. Если Беларусь нефть не способна где-то построить станцию заправочную, пожалуйста, визируйте документ, я подпишу. Отдадим это другой какой-то компании. Примерно 70% вы, по моим данным, 70% рынка вы сегодня обеспечиваете в Беларуси. Я это буду поддерживать всегда, пока я президент. В свое время в Беларуси нефть спасла страну. Когда Россия перестала в нужных объемах поставлять нам нефть, у нас кто-то надеялся возникнуть дефицит с нефтепродуктами. Тогда мы всю нефть, которую добываем в Беларуси, повернули на переработку для Беларуси. И люди не заметили, что какой-то дефицит. Его не было дефицита благодаря нашей компании. Поэтому в свое время это, извините за нескромность, но было принято правильное решение. Я запретил всякую приватизацию Беларусьнефти, прикасаться к ней. Это госпредприятие, которое должно обеспечить наше население необходимыми нефтепродуктами. Без нефтепродуктов сегодня в Беларуси нет. Все уже имеют в семье по два, по три автомобиля, особенно продвинутые наши люди. А для этого надо топливо. Мы его производим. Ну и смотрим на рынки, что лучше продавать нефть, нефтепродукты и так далее. Ну и поставки из Российской Федерации мы полностью себя обеспечиваем. Более того, вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и вас будут предложения, я готов к этому подключиться. Но я уже говорил об этом. Меня очень интересует и волнует проблема припиской впадины или прогиба. Кто как его называет. Внутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим. Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти хотя бы 3-3,5 миллиона тонн. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. Ну а если еще и атомную станцию одну построим. Слушайте, страна будет обеспечена всем необходимым, особенно энергией. Хотя нам надо еще эту энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим. За электромобилями. И спасибо вам, что вы занялись вот этими заправками электро. Я вижу, что продвижение очень серьезное. Но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Вы не стесняетесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или как у нас модно говорить, крыша, ну так вот крыша. Председатель совета всегда вас поддержит. И надо любой документ мне напрямую доложит. Если это надо, нет. В правительстве продвинет ту или иную идею. Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. Ну а для электромобилей нужны заправки быстрые. Очень быстрые. И в Витебске вроде мы можем это делать. Надо тогда активнее разворачивать эту работу. Но, Александр Ильич, если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять. И не позволяйте другим это делать. Особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны. Ну и еще одна тема. Я часто о ней говорю. Ну вы знаете, что наша страна славянская, в хорошем смысле деревенская. Ну а эти люди никогда не были богатыми. Я клоню к тому, что вот открывая Петрикове новое месторождение, ставил им задачу, чтобы они вокруг себя привели в порядок территорию, земли, деревни и сам Петриков. Не все еще, конечно, сделано, но в Петриков приятно заехать. Это уже современный город, имеет перспективу развития. Потом Славкали строит месторождение возле Любани. Поставлена задача, несмотря на то, что это частник, чтобы он тоже Любань привел в порядок и все вокруг построит, будет этим заниматься. Ну, конечно, и вам, поскольку вы расположены в Гомельской области, в основном подумайте, как вы там приложите свои усилия, чтобы помочь этой области. Ну, хотя бы в тех местах, где вы работаете. Знаю, что немало делаете, но вы понимаете, это бедная территория. От сельского хозяйства особо богатым не будешь. Но делают они великое дело. Поэтому, конечно, надо им и помогать. С точки зрения работы нашего предприятия на территории Белоруссии, мы последние четыре года ежегодно наращиваем уровень добычи нефти на 20 тысяч тонн. И мы вышли когда-то на плату пять лет назад, миллион шестьсот сорок. В этом году мы планируем добыть минимум миллион семьсот тридцать тысяч тонн. И этот рост добычи нефти в Республике Беларусь мы планируем сохранить на ближайшие годы. Темпы прироста добычи зависят от целого ряда факторов. Это как успешность геолого-разведочных работ в традиционной зоне северного прогиба, где вот вы видите на карте много месторождений. Это Речица, Светлогорск, Октябрьский. Так и последние десять лет мы начали работать в зоне Хойницкого района. И тоже вы на карте видите, что еще каких-то десять лет назад вокруг Хойник вообще не было никаких месторождений. Но буквально последние годы мы каждый год по два-три месторождения открываем вокруг Хойник. И добыча нефти уже в Хойницком районе достигла практически 70 тысяч тонн нефти.